В связи с образованием наледи на ледовой переправе Конголасы-Сотинсы ввели ограничения для движения легкового транспорта. Грузоподъемность зимника установили на отметке 20 тонн максимум. Ну а ГИМС совместно с ГИБДД и административной комиссией проводят рейды. Репортаж нашего корреспондента Юрия Осипова. Несмотря на введенные ограничения, на самой переправе Конголасы-Сотинсы незаметно уменьшение количества машин. Поверхность льда на переправе местами буквально покрыта водой. Многие автолюбители просто пренебрегают опасностью, которую несет в себе неустойчивый лед. Буквально полчаса назад здесь застрял грузовичок. К счастью, обошлось без жертв. Машину удалось вытащить. Но такие наледи несут угрозу жизни и здоровью. В период введенных ограничений нарушители наказываются административным штрафом. Для физических лиц он составляет от 3 до 5 тысяч. Для должностных от 20 до 30 тысяч. И для юридических лиц от 100 тысяч и до 1 миллиона. Буквально за час проведенного рейда было остановлено порядка 20 машин. Было составлено 8 протоколов. Остановили автотранспорт грузовой, который визуально можно определить, что он везет более 20 тонн. Передвижение на данном участке выставлено грузоподъемность до 20 тонн. Так как движение организовано по одной полосе. При встрече двух грузовых машин может привести к провалу автотранспорта. Так как две волны между собой встречаются и приводят к разрушению ледового покрова. По словам специалистов, сейчас важна не сколько толщина льда, а его структура. Сегодня, подмываемой образовавшейся водой, его структура теряет свою плотность. Торщина льда самая минимальная 160 было. Но сейчас учитывать надо, что я никогда не попал в потепление. Днем интенсивно начинает таять. Хотя ночью тоже замерзает, но это все равно опасно. Работа ледовых переправ подходит к завершающему этапу. По официальному графику переправы должны закрыться ориентировочно 15 апреля. Но свои корректировки может вести теплая погода и фактическое состояние льда. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова